В Казахстане намерены внедрить единую электронную систему, обеспечивающую автоматизацию и интеграцию всех процессов в рамках ЕАЭС. Об этом говорили на заседании правительства. Например, в этом году планируется наладить взаимообмен по признанию сертификатов на продукцию. По словам заместителя министра по инвестициям и развитию Кайрбека Ускимбаева, необходимо наладить единую систему, чтобы можно было проследить за всем циклом происхождения товара. Вы правильный вопрос задали. Мы должны видеть в автоматическом режиме весь процесс происхождения. Вот это в идеале тот электронный формат, который мы бы хотели создать в Казахстане. В Павлодарском заводе по производству легированного алюминия отгрузили первую партию крылатого металла в жидком виде. Доставку на завод, где изготавливают автомобильные диски, разработали специалисты Казахстанского электролизного завода. Технология пока отрабатывается в тестовом режиме. Как это происходит? Первым увидел наш корреспондент Ербул Абишев. Он сейчас на прямой связи со студией. Ербул, здравствуйте. Какие преимущества дает заводу эта новая технология поставки сырья? Главным образом технология поставки жидкого алюминия повлияет на снижение себестоимости производимой продукции. Это позволит сделать ее еще более конкурентоспособной. Сейчас здесь полным ходом выпускают легкосплавные автомобильные диски. Правда, доводить до товарного состояния их пока приходится на российских предприятиях. Но уже в скором будущем здесь планируют наладить процесс покраски дисков. То есть в Павлодаре начнут производить уже готовую к реализации продукцию. Это предприятие находится на территории специальной экономической зоны Павлодар. Завод построили довольно быстро. Его запустили в конце прошлого года. Старт новому производству дал лично глава государства. Таким образом в Павлодаре начали глубокие переделы первичного алюминия. На первоначальном этапе сырье сюда доставлялось в виде алюминиевых чушек. Их потом заново расплавляли в специальных печах. Теперь, после того, как окончательно освоят новую технологию доставки сырья в жидком виде, легкосплавные диски, производительные в Казахстане, станут на порядок дешевле, чем их российские аналоги. В настоящий момент отрабатывается технология получения жидкого металла здесь уже на производстве. Первая перевозка в тестовом режиме была совершена. Выявлены замечания и ошибки. Они сейчас устраняются. В ближайшее время уже здесь будет изготовление готовой продукции именно на основе жидкого алюминия. Данная технология будет использоваться в том числе и для других производств, связанных с алюминиевым переделом. Жидкий алюминий с электролизного завода перевозят в специальных вакуум-ковшах. По технологии температура алюминия сырца на начальном этапе достигает 900 градусов. Во время перевозки металл теряет около 20 градусов. Специалисты говорят, это вполне допустимая норма. Далее на производстве легированного алюминия крылатый металл будут распределять по предприятиям. Помимо дисков уже скоро здесь планируют наладить изготовление алюминиевых столбов. Вот из этой продукции за счет глубокого передела алюминия сырца начнут делать алюминиевый профиль, фольгу и еще несколько видов товаров народного потребления. Вера. Ербул, благодарю. Ербул Абишев был на прямой связи со студией с Павлодарского завода по производству легированного алюминия. А теперь к другим темам. В Вежно-Казахстанской области дефицита угля нет, заверили в областном Акимате. Каждый день в регион доставляют порядка 2,5 тысяч тонн твердого топлива. Сейчас на угольных базах больше 21 тысячи тонн. По данным Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, потребность области в отопительный сезон составляет около 1 миллиона тонн. На данный момент поставки составили 891 тысячи тонн, то есть почти 90%. 750 тысяч тонн направили для нужда населения и 250 тысяч тонн для обогрева теплиц. В основном в отопительный период жители области закупают шубаркульский и майкубинский уголь. У нас не было нехватки угля для теплицы и бытовых нужд населения. Цены на уголь тоже стабильные. По сравнению с прошлым годом мы поставили больше угля. Каждый день поступает до 300 вагонов. Это 21 тысячи тонн. Из них 60 вагонов отгружаем в наше отделение. Остальные в жамбульское отделение и близлежащие районы. В Казахстане планируют перераспределить функции по контролю за безопасностью товара. По официальным данным Комитета госдоходов, за прошлый год из всей реализуемой в стране продукции после проверок соответствует госстандарту только 77%. По словам министра по инвестициям и развитию Жениса Косымбега, происходит это потому, что функция по госконтролю была исключена из компетенции уполномоченных органов и передана в Минздрав, которая в настоящее время проверяет пищевую продукцию, а вот промышленная часть остается частично вне контроля. Для разрешения ситуации в правительстве предлагают распределить полномочия между тремя министерствами и местными исполнительными органами. По его словам, Министерство сельского хозяйства должно проверять производство пищевой продукции. Минздрав вести надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований. Министерству по инвестициям и развитию необходимо отдать госконтроль за промышленным производством. Остальные секторы останутся под инспекцией Акиматов. Мы должны, прежде всего, защитить наше население от фальсификации, от откровенно некачественного товара. Поэтому мы это видим как через определение, когда лабораторные исследования, проверки, исследования. И это видим через экономические расчеты. Как мы уже говорили, что себестоимость сливочного масла не может быть ниже 2800 тенге. И сегодня то масло, которое сливочное поступает нам, импортное, его цена в пересчете получается 1500 тенге. То есть есть простой расчет, технология производства, которая присматривает, что 22 литра молока должно быть на килограмм масла использовано. Три человека погибли в результате крупного ДТП в пригороде Павлодара. Авария произошла сегодня ночью на Омской трассе. Как сообщили в пресс-службе областного департамента ПЧС, недалеко от села Чернорецк столкнулись грузовик и легковой автомобиль. От удара обе машины вылетели в кювет. На место оперативно прибыли спасатели, которые разрезали деформированные части покореженной легковушки и бригады врачей Центра медицины «Катастроф». Но спасти пострадавших не удалось. Все три человека, находившиеся в салоне «Тойоты», получили травмы, несовместимые с жизнью и скончались на месте. Сейчас следователи устанавливают личности погибших. Водитель грузовика серьезно не пострадал. В прокуратуре области сообщили, что по факту происшествия началась досудебная проверка. Обстоятельства ДТП выясняются. В Зеленовском районе Западно-Казахстанской области сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду сорвал кровлю с нескольких зданий. В селе Белес повреждена крыша школы, а в поселке Новенький – сельского клуба. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Сейчас специальная комиссия подсчитывает ущерб. Накануне в регионе в связи с погодными условиями была закрыта трасса по направлению Уральск-Тоскалас до границы с Россией. Сейчас дорога открыта. Все же для оказания помощи пострадавшим на трассах в период Буранов в регионе действуют 34 пункта обогрева. Хотелось бы отметить жителям и гостям области при получении каких-либо штормовых предупреждений, смс-сообщений, также о закрытии дорог. Просим воздержаться выезда в дальние дороги, между поселками, выезд ограничить, то есть воздержаться. Также у нас при открытии данных дорог поступает также смс-сообщение, что в данном направлении дороги все открыты. В сирийском Идлебе 11 человек попали в больницу с симптомами, предположительно указывающими на поражение организма хлором. Об этом сообщила некоммерческая организация Сирийско-американское медицинское общество со ссылкой на своих специалистов в регионе. По их данным, 4 февраля с вертолетов сбросили две бочки, внутри которых находился ядовитый газ. Правительственные силы использования запрещенного оружия отрицают. Тем временем, теме использования химического оружия в Сирии посвятили очередное заседание Совета безопасности ООН. Мировая общественность наблюдает за тем, как Совбез не может прийти к общему мнению по принятию мер в отношении применения химического оружия в Сирии. И это несмотря на то, что преступления были доказаны, есть очевидные улики о реальных жертвах. Поэтому мы предложили принять документ, осуждающий эти действия. Надеюсь, Россия примет соответствующий шаг и покажет, что Совет в этом вопросе един. Мы готовы принять заявление для прессы по сирийскому химическому досье, но не в том виде, которым оно предложено спонсорами. Потому что его цель в нынешнем виде нам абсолютно ясна. Цель – голословно обвинить правительство Сирии в никем пока не доказанном применении химического оружия. Американские власти подтвердили перевод своих войск из Ирака в Афганистан после победы на Тегила. Об этом сообщил представитель Пентагона Эрик Пехан. Также по официальной информации ООН, более трех миллионов иракцев вернулись в свои дома, покинутые во время боевых действий. Больше всего вернувшихся беженцы из провинции Анбар, Найнава и Салахадин. Их примерно 82%. Напомню, компания иракских военных совместно с контртеррористической коалиция во главе с США по освобождению захваченных боевиками территорий началась в 2015 году, а в декабре прошлого года премьер-министр страны Хайдер Алябаде объявил об окончании войны. Переговоры о формировании коалиции между социал-демократической партией Германия, христианско-демократическими и христианско-социальным союзом в очередной раз не увенчались успехом. Планируется, что консультации продолжатся. Об этом сообщили в ряде местных СМИ со ссылкой на источники, близкие к процессу. По их данным, камнем преткновения стали вопросы рынка труда и здравоохранения. Именно в этих сферах стороны не могут достичь компромисса. Сейчас страна на грани политического хаоса, так как новое правительство до сих пор не сформировано. Напомню, парламентские выборы в Германии прошли в сентябре прошлого года. Тогда Блок Союза получил почти 33% голосов, а социал-демократы показали свой наихудший результат в истории – чуть больше 20%. Сейчас мы обсуждаем спорные вопросы, по которым у нас достаточно разные взгляды. Поэтому по предложению всех участников переговоров было и решено перенести обсуждение. Мы находимся на финальной стадии и надеемся прийти к соглашению как можно скорее. Возможное введение нефтяного эмбарго США против Венесуэлы не навредит индустрии страны. Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро. По его словам, Венесуэла готова выстоять перед лицом данной угрозы. Страна в состоянии найти альтернативные пути сбыта в обход ограничения. Такое заявление он сделал в ответ на заявление госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона, который в ходе своего визита в Аргентину сообщил о намерении Белого дома ввести санкции против продаж венесуэльской нефти и переработки нефтепродуктов. Напомню, это не первые подобные меры. В августе прошлого года президент США Дональд Трамп распорядился о введении финансовых санкций против Венесуэлы. Тогда американским компаниями разрешалось проводить операции с ценными бумагами правительства и государственных нефтяных компаний этой страны. Из-за того, что Рекс Тиллерсом предложил подобные экстремистские идеи, от него отвернулись даже его союзники. Никто не может угрожать Венесуэле. Наша страна не зависит от США. Если они хотят ввести эмбарго, мы все равно будем продавать нефть всему миру. Южно-Казахстанская область в прошлом году в рамках программы Нур-Лежер ввели в эксплуатацию больше 721 тысячи квадратных метров жилья. Это на 36,2% больше, чем годом раньше. В Акимате говорят, что из общего объема введены в эксплуатацию жилплощади многоэтажные жилые дома и почти 285 тысяч индивидуальное жилье. Сколько домов планируют построить в самом южном регионе в этом году, расскажет наш корреспондент Наталья Строкова, которая сейчас находится с вами на прямой связи. Наталья, каковы перспективы жилищного строительства на юге страны? Расскажите нам. Здравствуйте, Вера. Перспективы развития жилищного строительства на юге страны очень большие. Только в этом году по программе «Нерлежер» здесь планируется построить и сдать в эксплуатацию 730 тысяч квадратных метров жилья. Как известно, спрос на жилье на юге всегда очень высокий. В очереди на получение заветной жилплощади состоит больше 50 тысяч человек. Чтобы всех их обеспечить жильем, каждый год в области должны строить больше 1 миллиона квадратов жилплощади. Поэтому здесь строят дома не только на бюджетные деньги, но и привлекают финансы национальных компаний и даже частных застройщиков. Сейчас здесь за счет всех источников финансирования строят 225 многоэтажных домов. Это больше 11 тысяч квартир, общая площадь которых превышает 914 тысяч квадратных метров. Правда, до конца года ведут в строй 730 тысяч квадратных метров жилплощади. Это 319 тысяч арендного, служебного и кредитного жилья, 410 тысяч индивидуального. В Акимате говорят, что в области стараются создать самые благоприятные условия для частных инвесторов. Какие именно? Об этом расскажет Джамашев Кутыбек Рахматулаевич, главный строитель области. В области строится за счет частных инвестиций 104 дома, из которых в этом году будут сданы 16 домов. Для этих домов мы проводим за счет бюджетных средств инженерных сетей. Кроме этого, для поддержания частных застройщиков мы выплачиваем через региональные координационные советы погашение ставки кредитов, которые они получают из банка второго уровня. Кроме этого, нами строится 24 объекта инженерной инфраструктуры, из которых будут сданы в этом году 13, которые обеспечат 5,5 тысяч квартир и участков для развития индивидуального жилищного строительства. Большое вам спасибо. Нам же остается надеяться, что благодаря реализации всех этих планов количество очередников в Южно-Казахстанской области все-таки снизится. А еще добавлю, что в прошлом году 6,5% введенных в эксплуатацию многоэтажных домов приходится на долю Южного Казахстана. А по сравнению с 2016 годом по темпу роста Южный Казахстан находится на втором месте. На этом у меня все. Вера, вам слово. Наталья, спасибо большое. Наталья Цоя была на прямой связи из Южно-Казахстанской области. Теперь к другим темам. Семь проектов госпрограммы «Нур-Лыжер» реализуются в Панфиловском районе Алматинской области. Там проведена инфраструктура, активно развивается строительство жилья в приграничном городке Нуркенте. В прошлом году здесь сдали в эксплуатацию 60 квартирных коммунальных домов. Подробнее расскажет наш корреспондент Гулинар Шантасова. Нуркент расположен на казахстанско-китайской границе. В перспективе это будет большой современный город со ста тысячным населением. Сейчас за каких-то 5-6 лет он достиг трех тысяч человек. Есть школа, больница, детский сад, строится и жилье. В прошлом году благодаря программе «Нур-Лыжер» здесь возведено два многоквартирных дома. Новоселами стали 120 семей. Мы с мужем, как молодые специалисты, получили жилье. Очень рады этому. Квартира у нас хорошая, теплая и светлая. Всем молодым семьям желаю такого знаменательного события в их жизни. После долгих лет ожиданий обрела благоустроенное жилье Икулайхан Рахманова. Инвалидность не дает ей самостоятельно передвигаться. Квартира на первом этаже устроена с учетом передвижения по ней на инвалидной коляске. 26 лет ждала, когда дадут мне квартиру. Я благодарна судьбе, что наконец-то забылась моя мечта. Спасибо всем, кто откликнулся. Очень счастлива, что теперь вживу в теплой, уютной квартире. Сейчас в районном центре города Жаркенте в очереди на жилье стоит более 1700 человек. На участке под индивидуальное строительство заявки подали около 6000 жителей. А в целом по Панфиловскому району почти 9000. По программе «Нурлжель» по Панфиловскому району выполнено строительно-монтажных работ на 3 миллиарда 175 миллионов тенге. Из них на 114 гектарах земли инженерно-коммуникационные сети для индивидуального жилищного строительства. И 40 арендных жилых домов к смертной стоимости 330 миллионов. К концу года тоже сдается в эксплуатацию. С каждым годом Панфиловский район становится все привлекательнее для вложения инвестиций. Сказывается эффективное налаживание экономических связей с Поднебесной. С открытия международного центра приграничного сотрудничества и сухого порта Харгос-Восточные ворота, регион стал экономически развиваться. Улучшилось и благосостояние его жителей. Открываются предприятия малого и среднего бизнеса. Люди трудоустраиваются. Соответственно, активно реализуются и госпрограммы. Бульнар Жантасова, Ужазва и Бусынов, Хабар, 24, Алматинская область. Петропавловский в одном из детских садов внедрили электронный менеджмент в управление. Теперь помимо воспитателей за безопасностью и здоровьем дошколят следит еще и умная система. Подробнее о ноу-хау расскажет Ирина Панфилова. Посторонний вход воспрещен. Без специального чипа на территорию сада не пройдешь. Здесь работает система электронных пропусков. Для Ирины Кремневой это одно из главных подтверждений, что ее трехлетняя Амелия здесь точно в безопасности. С нового года, как на ладони, процесс воспитания ребенка. В саду установили цифровой информационный блок. Мы теперь за одну минуту можем получить всю информацию, которая нам нужна. То есть мы не будем отвлекать воспитателя, нянечку. Мы подойдем и посмотрим, что в меню сегодня для детей. Мы также можем записаться на прием к ведущим специалистам. И я рада, что в детском саду есть такие технологии, что мы, родители, также идем в ногу со временем. Если бы сенсорную систему установили пониже, ей без труда смогли бы пользоваться и воспитанники детсада. Сегодня малыши ловко управляются с планшетами и владеют 3D-ручками. Так, Данил, мы с тобой будем сегодня делать очки, а с Дианой сделаем велосипед. В лаборатории детского сада у малышей развивают моторику и прививают любовь к науке. Учат готовить сладости и выращивать червей. Вот это будущий биогумус. В этот детский сад ходят 320 малышей. Здесь 10 групп с казахским и 4 с русским языком обучения. Для того, чтобы уследить за каждым ребенком и дать им достойное воспитание, здесь внедрили электронный менеджмент в управлении. Электронная система «Алтенбисек» позволяет мне видеть успеваемость каждого ребенка, следить за состоянием его здоровья, за его посещением детским садом. А система видеонаблюдения, онлайн-наблюдения облачного позволяет видеть работу детского сада в целом. Детский сад Петропавловска стал первым в стране, где внедрили новую систему контроля. В республике пилотный проект уже признали лучшей информпрограммой в образовании. Теперь в дошкольном учреждении хотят как можно больше развивать зеленые технологии. В планах заняться аквой и гидропоникой. Ирина Панфилова, Руслан Алиев, Толегин Иманов и Дмитрий Рура, Петропавловск, Хабар-24.